здравствуйте дорогие рукодельницы мои любимые подписчики и гости канала я сегодня буду шить панамку ведь скоро лето и я в прошлом году уже шила одну панамку но здесь будет выкройка другая более легкая даже я бы сказала я сложила листик пополам а4 и вот от линии сгиба отмеряю по четыре с половиной сантиметра то есть у меня вот этот отрезок отмеченный середине получается 9 сантиметров и вниз я прям вот но параллельные эти прямые провожу отмечаю 7 сантиметров точки ставлю и длину своей этой делаю своего рисунка 15 половиной сантиметров ну и сами смотрите провожу дальше очень простая вообще выкройка то есть квадратный прямоугольник нарисовали с определенными сторонами вот от пересечения внизу я откладываю по два сантиметра с каждой стороны и теперь от этих точек где семь сантиметров соединяю вот с этим точкой где у меня отложено два сантиметра все очень просто и вырезаю получившуюся фигуру как назвать ее не знаю это будет у меня одна из деталей моей под будущей панамки мы с вами измерили что вот верхняя часть вот этот отрезок 9 сантиметров равен вот 9 на 6 у меня будет 6 таких деталей 54 это длина окружности которая мне нужна это длин длина окружности моей головы обхват моей головы теперь мне нужно вычислить радиус круга который сверху будет мне вот как бы дно моей вот этой корзины значит мы знаем что длина окружности 2 пир и поэтому отсюда вычисляем радиус он мне получается равен восемь целых семьдесят восемь там сотых сантиметра я беру циркуль девочки у меня теперь есть циркуль беру циркуль не рисую круг с таким радиусом восемь целых семь десятых сантиметра вырезаю его из бумаги и после того как вырезала круг перехожу к своим деталям которые мы вот с вами строили я подобрала разного плана лоскутки они все из натуральных тканей примерно вот где-то в одном цветовом диапазоне я не прям вот но сочетаются я так думаю мне надо шесть цветов так у меня будет шесть деталей вот для тульи надо говорить то я значит для тульи и 1 1 цвет для донышка и панамки прикалываю свою эту детальку я прям по три ткани сложила вместе все вместе с бумажкой сколола я не знаю как эту фигуру назвать которую я вырезаю но я вырезаю с припусками примерно 5 миллиметров но на ширину лапки чтобы припуске делать и вот я вырезаю эту деталь все те же самые действия делаю со следующими тремя цветами тоже сложила их все вместе сколола с моей выкройкой и вырезаю после того как я вырезала 6 своих деталек мне нужно вырезать дно моей панамки выбираю я выбрала вот эту ткань но во первых она не очень толстая но они все не толстый но это такая вот прям потоньше и она такая самая светлая из них и в то же время вроде сочетается с ними так как это панамка на жару то я решила что чем светлее сверху тем лучше совсем уж белую мне сюда не подходила вот а вот это мне показалось что подходит вырезаю круг из ткани также с припуском примерно пол сантиметра надо было сразу два вырезать сложить но я не сообразила сразу потому что у меня подкладка будет из этой же ткани результате я вырезала вот 6 деталей разного цвета из кусочков 6 деталей точно такие же одного и того же цвета для подкладки вот они я стопочку вам показываю и две детали одинаковых донышко и для подкладки и для лицевой части и теперь складываю лицом к лицу две детали и сшиваю вот так вот прямо вступая на ширину лапки строчу прямую строчку немножечко заворачиваю там где у меня заворачивает моя деталь сшила я прямо шила по точным методом не обрезая нитки меня получилась вот такая гирлянда экономия и времени не так получается вот разворачиваю здесь девочки важный момент как раз гладить ну во первых разглаживаю на две стороны но смотрите вот я сначала верхнюю нижнюю часть отглаживаю потом переворачиваю и верхнюю вот одновременно прямо утюгом вот так вот провести не получится замнется эта деталь и будет уже не то а вот так вот надо сначала либо нижнюю сторону потом верхнюю либо верхнюю потом нижнюю но вот так надо с двух сторон проглаживать переворачивать деталь таким образом я отглаживаю все все свои детали и потом сшиваю их опять пары этих деталей между собой все сшила опять разглаживаю вновь появившиеся швы точно таким же методом и способом сначала с одной стороны потом с другой меня стол качается и камера сразу качается так верить его утюгом надавливаю вот ну уже известный нам процесс после того как откладила и лицевую сторону и подкладку складываю опять уже последние оставшиеся швы строчу все аккуратненько складываю ровненько и также вот пришиваю вот у меня получилось две таких заготовочки теперь вот к лицевой стороне мне надо пришить мой круг у меня получается сейчас наизнанку это панамка вывернутой вот мне 17 с половиной сантиметров диаметр я его немножечко уменьшила у меня он был должен был получиться побольше но я ее чуть-чуть подрезала прям вот потому что я уже вот так вот прищепочками сложила и у меня получилось великовато хотя вроде бы все правильно проверила но может быть ткань так растягивается поэтому девчонки вы сначала промерите все а потом сшивайте ну в результате вот так вот я прищепочками приколола свое дно у меня лицо к лицу получается снаружи у меня изнанка и на дне и на панамки и иду строчить девочки пока строчу решила напомнить вам не забывать ставить лайк если вам нравится видео и конечно пишите комментарии если что-то непонятно все отвечу и вообще любые комментарии пишите я практически не удаляю никакие комментарии мне плохих люди почему-то не пишут иногда попадаются конечно странные но я не удаляю вот ну вот так вот я потихоньку снимаю прищепочки зашиваю свой шов вот я уже подошла к концу и снизу я там вот подворачиваю эту панамку чтобы она мне не лезла не мешалась не заворачивалась все дошла до конца все сделала там где вот немножечко припуск ведь больше чем нужно чем хотелось бы я его подравниваю и дальше я вот этот припуск вот так вот надсечки делаю по косой так как там немного расстояние ровные надсечки не получится я делаю их по косой надсечки все сделала и поворачиваю шапку панамку мое будущее расправляю там вот эти вот этот шов с надсечками так чтобы он наверх туда заходил и утюгом проглаживаю каждый сегмент аккуратненько заглаживаю это все наверх туда вот после заглаживания этот шов у меня гладенький получился ровненько все лежит я беру свою деталь которая у меня подкладка и совмещаю все швы нижней части панамки вот так вот каждый шовчик совмещаю и скалываю булавками после того как все швы сколола и совместила обратите внимание мне тут такие вот эти на швах такие неровности они как бы выступают уголочки я их все срезаю аккуратненько чтобы у меня потом панамка была без уголочков ровненькая кругленькая кстати для очистки поверхности я вот использую такой ролик липкий очень удобно и вот прошиваю все по окружности здесь я уже все прошила и выворачиваю я хочу загладить вот эти вот края моей будущей панамки разравниваю этот шовчик весь хорошенько расправляю и утюгом заглаживаю так чтобы все это хорошенько и хорошо ровненько лежала сейчас там топорщится все я там надсечки не делала потому что но они не не нужны там вот но все разглаживаю утюгом после того как я все от утюжила смотрите опять выворачиваю свою панамку наизнанку и теперь мне надо пришить к подкладке донышко тоже у меня лицо внутри и лицом к лицу складываю и также прищепками как и предыдущий раз все соединяю все края вот у меня донышко готово я буду все пришивать по окружности но я отмечаю то место которое я не буду зашивать вот я по кругу прошью но здесь не буду прошивать все прострочила все красиво хорошо осталось через вот это отверстие назад вывернуть панамку выворачиваю вот это место которое у меня не зашитая я немножечко подглаживаю утюгом чтобы мне было вручную удобнее потом зашивать с обеих сторон делают эти припуски одинаковые с теми которые у меня зашиты и потом беру иголку с ниткой засовываю иголку так чтобы узелок был внутри припуска и потайным стежком начинаю зашивать свое отверстие потайным стежком это вот я напротив предыдущего прокола делаю в соседней стороне прокол и так дальше продолжаю напротив предыдущего и вот так вот иголку с ниткой провожу внутри припуска после того как зашила все делаю узелочек и нитку прячу внутрь своей ткани панамки и после этого только обрезаю что у меня не торчала нитка все назад складываю подкладку внутрь лицо снаружи и мне теперь осталось только прострочить по всей окружности панамки от строчку сделать все я и уже сделала подобрала нитки чтобы под любой из этих цветов подходили вот только на белом они видны на остальных цветах не видны и я привезла свою панамку фоткаться на дачу вместе с манекеном если кто помнит этот манекен мы назвали по-китайски девочка не хай вот но не хай она показывает нам с отбитым носом вот так выглядит еще я сделала вот такую панамочку смотрите какая тоже интересная у нее и на макушке тоже цветочек на донышке сделал я так вот вырезала ткань по моему тоже очень нарядно смотрится и прямо беда с этими панамками я не могу остановиться шью и шью еще сделала вот такой вот здесь у меня поля я делала если помните мы два сантиметра отказывали а в этой я пол сантиметра они совсем прям вот не расклешенные получились но тоже как вариант но мне очень нравится вот эта панамка да и синие вот эту полосочку тоже очень нравится но это петчерк как он может не нравится если вам понравилось это видео ставьте лайк пишите комментарии я всегда стараюсь отвечать на ваши комментарии всегда благодарна вам очень за эти комментарии если вы еще не подписаны на мой канал конечно же подписывайтесь я буду очень рада и большое спасибо всем кто досмотрел до конца